Каспийчане и гости города долгое время сетовали на отсутствие освещения. На городской набережной сообщения неоднократно поступали в нашу редакцию. С наступлением сумерек тьма окутывала прогулочную зону, давая возможность находиться там разве что с фонарем. Мы уже тут не первый раз гуляем, до сих пор нет освещения. Мы недавно гуляли вообще с фонариком здесь. Неудобно. Это очень неудобно. Ну, конечно, если бы сейчас горели фонари, было бы очень здорово. Я бы лучше вас видел, а вы бы лучше нас видели. Очень плохо отношусь к этому. Потому что это городской пляж, и здесь должно быть, как минимум, освещение должно проведено быть. К счастью, не так давно эту ситуацию удалось решить с помощью сотрудников МУП КСК «Спэнерго» и МБУ «Зелёный город». О причинах отсутствия электричества в данной зоне сообщил Шамиль Богомаев. Основная причина была из-за сложной системы защиты. При окислении проводов или при дожде, чтобы людей не ударило током, там установлена система, которая отрубает всю линию. То есть у нас были поломаны 3-4 плафона, на открытый патрон попала вода, и из-за этого произошло замыкание. То есть всю линию надо было прозвонить, устранить замыкание и по новой систему защиты включить. И, естественно, заменены были все патроны и лампочки. Помимо этого, причиной отсутствия электричества стало повреждение кабеля, проложенного под землёй. Виной тому агрессивная среда, а также мелкие технические нарушения, допущенные при установке, добавил Шамиль Богомаев. Сейчас эту проблему удалось решить путём налаживания воздушных линий. Это облегчит сотрудникам ремонтные работы, отмечает специалист. На данный момент освещение восстановлено на протяжении 220 метров. Остальное пространство будет освещено следующим образом. То, что касается этой части, руководством города было предложено перейти на гирляндную систему и посмотреть, как она себя проявит, какое от неё освещение, какое употребление тока и в ремонтном плане, как она себя поведёт. Поэтому примерно 30% часть мы сейчас осветили. Вот она уже четвёртый-пятый день стоит. В принципе, по освещению она даже получилась ярче. Основная проблема данного участка – в нехватке трансформаторных будок. Ближайшая из них находится в 520 метрах. В то же время территория набережной облагораживается, устанавливается дополнительное освещение, появляются коммерческие объекты, которые также потребляют энергию. Ввиду чего существующий трансформатор эту нагрузку не выдерживает. Руководством МБУ «Зелёный город» и руководством «Горэлектростей» провели небольшой консилиум и пришли к выводу, что здесь нужен, как и в той части парка, свой трансформатор, который будет отдельно снабжать освещение, там летний период, коммерческие точки, чтобы нагрузку не испытывали. И ещё у нас благоустраивается та часть от Халилова до набережной, благоустраивается территория, и там тоже будет кобур где-то установлено от 25 до 35 штук. Нагрузка растёт и требует применения соответствующих мер. На данном этапе ведётся планирование установки ещё одной трансформаторной будки. Об этом сотрудники подведомственных организаций намерены доложить главе города. Мы это в письме всё предоставим, покажем. И я думаю, что к следующему году, к мае месяце, мы уже с такими проблемами, с нагрузкой летний период, здесь уже не будем сталкиваться. Продолжение следует...